О значении вот этого населенного пункта, а не только о нем говорим далее. С нами на связи Иван Варченко, эксперт по вопросам национальной безопасности. Приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Здравствуйте, Иван Григорьевич. Добрый вечер, слава Украине. Героям слава. Иван Григорьевич, вот смотрите, я бы, вот знаете, вот зайду я с пропаганды, с российской пропаганды. Почему? Ну для того, чтобы получить и от вас ответ. Привет. Москва, она пытается представить украинскую оборону Бахмута, как вот это, знаете, бесполезное дело, уже проигранное сражение. Вот додавим скоро и вот возьмем этот город. Ну и понятно, каким образом они это будут все обставлять. А как дело на самом деле обстоит? Вот по вашему мнению. Москва иногда тоже становится жертвой наших стратегий и сценарий. Поэтому даже исходя из того, что Россия очень долгий час готовилась к войнам, практически воюя беспрерывно, то она достаточно сильна в пропаганде. Наверное, тяжело с ней кому-то, какой-то из стран где-то тягаться в том, насколько густо и насколько обманной есть эта российская пропаганда. Но вместе с тем Россия, по-моему, упала жертвой в том числе как раз информационно-психологических стратегий Украины, которые мы им предлагаем. Именно им показалось, что Бахмут вот-вот упадет. Им казалось, что Бахмут держится на волоске, что украинские бойцы, Украина в целом уже должна отойти. И они в этом убедили, опять же, своих военных, что вот-вот вы возьмете Бахмут, вам осталось лишь еще немного, еще чуть-чуть. Это будет последний бой, вы поставите флаги над украинским городом Бахмут, вы увековечите свои имена в поколениях, вы получите ордена, медали, возможно, и серьезные какие-то денежные награды и поощрения. И вот уже видим 8-9 месяцев. С мая прошлого года продолжается эта борьба за Бахмут, а практически с декабря месяца 2022 года, вот уже 4 месяца, как это вот-вот, знаете, держится. Вот-вот Бахмут должен быть отдан россиянам, вот-вот они могут получить медали за взятие Бахмута. И это вот-вот продолжается. Мы понимаем, что уже десятки, еще десятки тысяч погибших с их стороны как раз под этим городом. И понятно, что те успехи, которыми они могут похвастаться, это совершенно не успехи. Поэтому они сделали этот город символичным, они сами себя убедили в том, чего на самом деле нет. В очередной раз, впрочем, они также убедили себя в том, что они захватят Украину на протяжении трех дней, в том, что Украина не способна опираться. И они пожинают плоды своего обмана, которым они кормят весь мир и особенно которым кормят свое население. За этот обман приходится расплачиваться. И вот мы видим, что это десятки тысяч российских военных, погибших в украинских полях. Об этом должны знать их матери, их жены, их дети. За что именно они гибнут? За очередной обман Путина. Так не только же население... Тоже касается, кстати, города Авдиевка, где у них тоже вот-вот, вот-вот они возьмут. И мы понимаем, мы это используем. Но мы тоже видим, это наблюдаем и на месте, и видно, опять же, по аналитике, которой пользуются наши партнеры, используя все средства разведки. Мы понимаем, что они все более должны сейчас, я к вымушенне, да, вот на украинском языке, они все более переходят к позиционной обороне, не имея больше ресурсов и возможностей, достаточных для того, чтобы атаковать на этих, даже на отдельных делянках фронта. И поэтому, конечно же, они готовятся сейчас к контрнаступательным действиям украинских сил обороны. Они понимают, что эти контрнаступательные действия будут и стараются хаотически, быстро, в панике, где-то укрепить свои позиции. И поэтому, конечно, им сейчас во многих местах уже не до наступательного пыла. Они стараются, будут стараться удержать то, что имеют. Иван, я еще раз просто вернусь, хотела сказать, ведь кормят враньем не только население, кормят-то враньем, в общем-то, и тех, кого туда привозят, подвозят, скажем так, партиями. Конечно, воденных, конечно. Вот еще один раз я сегодня, будучи в Буче, у нас был прямой эфир именно оттуда, и мы общались и с военными, общались и с представителями полиции и так далее. И мы поднимали еще раз тему о том, что происходит действительно ужас сейчас в тех местах, которые мы с вами обсуждаем. И ведь это действительно факт, что для того, чтобы пройти дальше, приходится переходить, перелазить через трупные массы. Я не знаю, как правильно это назвать. То есть у людей, которые там, приехавшие заново, вот эта новая партия, я понимаю, что отступать некуда, наверняка, может быть, там заград отряда, я не знаю. Но тех, которые дальше присылают, у них вопросов никаких не возникает. А где же то обещанное, взятое, и где перспектива этому? Видя впереди, сколько нужно переступить трупов, чтобы хотя бы продвинуться на несколько метров вперед? Что говорит российская пропаганда? Что говорит телевизор? Парню, который решил испытать себе счастье или был выловлен где-то на улице на российской и отправлен воевать в украинские поля. Он говорит ему, что, ребята, там осталось совсем ничего. Там вообще сопротивления украинского уже нет. Там даже их партнеры, американцы говорят, что нужно уходить из этого Бахмута, потому что уже не нужно защищать, уже все. Что говорят командиры этим парням, этим существам, которые вот тоже собрались? Они говорят, пацаны, еще немножко, ну а им нужно как-то воодушевлять. Там все нормально, да, уже украинцы уничтожены практически. И вот вам нужно поставить последнюю точку над этим городом вперед. Там вас ожидают ордена, медали, там вас ожидают, возможно, даже еще местное население, которое вас ждет с нетерпением. То есть любые способы используются. И вот эти парни, они от телевизора оторвавшись, приехавши сюда, они стыкаются где-то от больших командиров. Опять же, отъехавши, они стыкаются с суровой реальностью. Вот эти горы трупов, горы убитых своих соотечественников, где-то друзей, товарищей, с которыми успели познакомиться. И я думаю, ну мы не единственное с вами говорили, что здесь зреет основа какой-то российской оппозиции, которая будет активно выступать против того обмана, большого обмана. И того обмана и пропаганды, которой кормят российское население. Конечно же, они уже, имея заградительные отряды сзади, им тяжело где-то принимать другие решения. И они должны остаться, наверное, в украинских полях. В лучшем случае остаются в украинских полях. В худшем случае они еще продолжают жить, понимая, что впереди их ожидают еще большие ужасы. Ну и как вариант, они калеками где-то возвращаются к своим родным и близким. Надеясь на то, что Россия им дальше поможет. Но, конечно же, Россия с каждым днем имеет все меньше возможностей для того, чтобы помогать этим существам. Потому что, как видим, в России этих родных и близких тоже не ожидают. И все чаще говорят о том, лучше бы ты там погиб, лучше бы мы получили там ладу и какие-то компенсации. А что мы с тобой, коллега, теперь будем делать? Но это их проблемы, это их жизнь, это их выбор, и они с ним живут. А мы понимаем, что наше задание уничтожать их, где бы это ни было. То ли над речкой Бахмуткой, на северных, на южных окраинах этого города, то ли в степях Харьковщины-Луганщины, то ли в степях на Запорожье, то ли в борьбе за донецких улиц. А скажите, вот по вашему мнению, Иван Григорьевич, если так уже и мы акцентируем внимание на вот этой истории, которую пытаются раскинуть российские пропагандисты, акцентируют внимание именно на этом бахмутском направлении, именно на этом населенном пункте, то не получается ли так, что это не для Украины это такой политический вопрос, если мы уже так заходим, набрасываем, что там не все однозначно и так далее, и так далее. То для России, для России это получается политический вопрос, и им придется что-то отвечать. Да, на этот вопрос, вот если так сильно бились, то а где же результаты, ребят? Ну вы же так все скобом туда собрались. Как же ж так? Они сами сделали из бахмута символ и фетиш, под который подвязались опять же ключевые игроки и российской политики, и главное российской военной машины сейчас. То есть мы понимаем, что в боях под бахмутом они подняли наивысший градус накала именно даже в военной отношении, потому что я напомню, командующим российской группировки стало уже высочайшее лицо, просто выше уже нету верховный главнокомандующий и без того верховный главнокомандующий Путин. А командовать войсками группировки российской на бахмуте стал Валерий Герасимов, начальник генерального штаба России. То есть дальше, дальше эскалации, как мы говорим, уже невозможно. Уже более высокое где-то лицо поставить уже невозможно. Понятно, что вокруг бахмута все российские паблики, все российские передачи сейчас, все российские пропагандисты сконцентрировались, то есть им подавай бахмут, подавай бахмут. И, конечно же, это влияет на настроение россиян, которые тоже смотрят, ага, смогут пацаны или не смогут. И оказывается, пацаны даже более, извините, я использую то, что используется, опять же, терминологию, которая используется на России, при том используется постоянно. И вот вдруг вот эти вот именно пацаны не смогли сделать то, за что они взялись, то, что они уже не раз пообещали. Они же уже несколько месяцев говорят, что бахмут практически взят, вот только завтра нужно зайти забрать ключи. А оказывается, нет, не заходят. И, конечно же, это, в свою очередь, ломает и штампы те, которые сидят в головах россиян, и их понимание о том, насколько сильна их армия, и насколько сильно их государство, насколько ответственны их лидеры. Аван Георгиевич, напоследок, вот я не знаю, вам или не вам, но хотелось бы от вас услышать, а почему так? Ну, это важно, как по мне, для тех людей, которые до сих пор, ну, если не верят там в российскую пропаганду, но хотя бы ставят себе какие-то вопросы. И вот когда обсуждалась эта история на одном из российских федеральных телеканалов, понятно, пропагандистских, и там, по-моему, Скобеева с кем-то говорила, и она, знаете, вот так своим акцентом, своей подачей, так, знаете, вот делала определенный такой вброс. Я правильно понимаю, что сейчас там наша армия работает вот на Бахмуте, на бахмутском направлении только с позиции обороны? Ну, вот тот говорит, да, она говорит, почему? И вот тот человек и отвечает, потому, потому, потому что, ну, потому что. Вот, собственно, все, да, от Киева за три дня, да, потому что. Потому что кончилось. Пожалуйста, тут даже без вопросов, ваш комментарий. Кончается. Российская армия под Бахмутом кончилась практически компания, частная компания Вагнера, если она и возродится, то в каком-то абсолютно другом формате, чем тот, с которым они начинали воевать под Бахмутом в конце 2022 года. Поэтому можем сказать, что им нечего ответить, потому что там заканчиваются и элитные, и набранные в тюрмах, в российских тюрмах войска. Ну и что касается еще российской пропаганды, здесь еще большой удар как раз вот в этом мышлении российского общества, коллективном мышлении относительно Путина после решения международного уголовного суда. Если до этого Путин не ездил за границу, и он мог говорить, и все могли говорить, он не хочет, потому что он царь, он имеет возможность поехать или не поехать, то сейчас каждая поездка или не поездка в любую страну скорее не поездка, потому что понимаешь, что даже те страны, которые не поддержали решение криминального суда этого, они могут воспользоваться этим решением, в том числе для шантажа. И поэтому сейчас каждая не поездка за границу Путина может оцениваться уже обществом, ага, боится, уже боится, а объясни, а на пацана сыграй, знаете, вот я позволяю себе эти вещи, потому что именно так они говорят, в том числе в своих солидных вроде бы информационных изданиях, вроде бы в солидных программах там на центральном телевидении. А вот, а что, боишься, да? То есть сейчас это будет преследовать Путина, это будет преследовать опять же большинство чиновников российских, которые будут бояться уехать куда-нибудь из России. Это еще очередные капли, которые будут этот камень российского общества цинизма, больного цинизмами и пропагандой все-таки ломать. Не факт, что они будут поддерживать Украину, абсолютно не факт, но то, что они будут все более оппозиционно настроены к сегодняшней российской власти, к ее политике, это точно. Иван Григорьевич, спасибо вам за разговор. Ну, знаете, Путин же всю жизнь, наверное, пытается и пытался, и пытается, наверное, и будет пытаться сыграть, как вы говорите, на пацана, но пацан не смог, понимаете? И сейчас точно, наверное, ведутся разговоры по поводу того, а что же делать с Акилой, который промахнулся. Вам спасибо за разговор, всегда рады видеть, всегда рады проводить беседу с вами.